Здравствуйте, дорогие друзья, как и обещал, такой вот ответ из инстаграма написали мне в директ, пишите, я хочу публиковать ваши вопросы анонимно, пишите мне на будущее, вот, ну там, в общем, вот эта вот штука, которая, ну, типа, вы анонимно меня спрашиваете, да, вот эта вот фигурина, которая в сторис у меня там мелькает. В общем, в чем суть? Вопрос про анальный секс, да, типа, как я это прокомментирую, ну, типа, вот, полезно, не полезно, значит, типа, для девушки, типа, вот, когда мы обсуждали все эти вопросы оргазмии и так далее, как это будет вообще выглядеть и существует ли анальный оргазм. Значит, ну, безусловно, там есть некоторые рецепторы, что-то как-то это существует, и это даже может существовать в рамках, даже если вот физиологи, да, мы от стороны физиологической чисто, вот, так скажем, открепимся и пойдем в сторону психологии. Как минимум, если человек, соответственно, испытывает сексуальное возбуждение, неважно, либо от того, что женщина занимается сексом с птеродаптилем, не знаю, там, тернозавром Рексом, Дэвидом Стэгхом, или она испытывает сексуальное возбуждение от ножки стула, неважно, или от анального секса, какая-то оргазмия у нее будет, как бы вы ее ни называли. И суть тут, конечный результат этого, это оргазмия, это какие-то достижения какой-то дополнительной стимуляции, да, психики усиленной, да, достижения этих больших, более острых ощущений наших, да, людей, кто практикует такие вещи. И не то, что это хорошо или плохо, это выбор делает каждый. Любой проктолог вам скажет, что анальный секс, безусловно, особенно в частых его проведениях, ничего хорошего для, соответственно, здоровья не несет, вот, образовываются микротрещины, риск инфицироваться, соответственно, ну, если уж не ВИЧ-инфекцией, то какими-то другими болячками, вот, ну, допустим, вирусом, Пштейнобар гораздо выше. Помимо этого, это нарушает вашу собственную микрофлору кишечника. И помните то, о чем я вам постоянно говорю, микробиота, дорогие друзья. И вот вам лайфхак. Все вы спрашиваете, как же заниматься анальным сексом в интернете, куглите это и так далее. Ммм, я вам дам такой ответ, о чем еще, пожалуй, почему-то ни один врач не сказал. Дорогие друзья, если вы практикуете анальный секс, вы регулярно сдаете анализы на 57 микробиом. И все их поддерживаете, ну, там, высеиваете положительную микробиоту, угасите, соответственно, негативную и так далее. Вот. И она у вас будет постоянно нарушена. Я прям вам вангую, потому что в кишечнике у нас же определенная микрофлора, которую вы нарушаете, она будет, соответственно, нарушаться и в желудке, и если будет расти патогенная, да, всегда на кандиде привожу пример, может системный там быть, ну, к примеру, кандидоз. Но не только кандидоз, но и много чего другого. Поэтому, дорогие друзья, если практикуете анальный секс, вот вам, пожалуйста, вперед анализ на Осипова сдавать. Кровь из пальца на 57 микробиом. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok